Субтитры подогнал «Симон» 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 Точно, в игре, да. Игра называется «Российский энергорыдм». Значит, такая ситуация. За 15 минут до конца действия ночного тарифа электростанция, состоящая из суперконденсаторов, заряжается. И в течение 15 минут после начала действия дневного тарифа она отдает эту электроэнергию в сеть за деньги. Электростанция работает всего полчаса в сутки. Зарабатывается на ней примерно 10% от тарифа. Вот что такое, так сказать, на пальцах виртуальная электростанция. Естественно, люди вкладывают свое оборудование в сети, в договора и так далее. Дальше. Ее пример. Покупка в Сибири электричества и продажа в Катакандарском крае электричества. То есть, на самом деле, никакого движения материальных средств не происходит. Все это создается на основе документации и на основе данных о стоимости электроэнергии. Вот такие простые примеры. Дальше. Как немцы называют? Немцы называют новую эру энергетики индустрии 4.0, потому что они считают, что эта эра характеризуется совершенно новыми гиперфизическими устройствами, которые включают в себя огромное количество датчиков, а следовательно, огромное количество данных, что является на сегодняшний день наиболее ценным товаром, чем сама энергетика. Приведу пример. В прошлом году был такой казус в Германии, но она, я думаю, что самая продвинутая сегодня страна, по балансу энергетическому, скажем так, по умению работать с этим балансом. Такой казус заключался в следующем. Две соседние земли, одна чуть севернее, одна чуть южнее, и имели в мае месяце отрицательный и положительный тариф на покупку электроэнергии в течение трех дней. То есть, одна земля платила за электроэнергию порядка 13 центов, а другая покупала с минусом эту электроэнергию. То есть, в соседних деревнях электроэнергия стоила абсолютно по-разному. Но информации об этом не было заранее. То есть, прогноза такового не было. Сейчас, в течение пяти лет, немцы с 2012 по 2017 год заканчивают эту службу прогнозирования, чтобы попытаться работать с данными. Все это происходит почему? Потому что солнце и ветер, они, к сожалению, или к счастью, работают по прогнозным данным по погоде. Они никак не завязаны на остальные источники. И вот эта система нуждается в том, чтобы ее балансировать на горизонтальном уровне. Вот с этим связан, прежде всего, интернет вещей в глобальном плане, а к узкоспециальному плану, я думаю, что сейчас мы немножко подойдем. Итак, информационные технологии. Это, безусловно, роутеры и другие системы с датчиками. В части социальных технологий наиболее интересны это приложения для энергетических сервисов. То есть, когда мы сможем через Wi-Fi, например, получить энергетический заряд для зарядки нашего телефона. Это в мелком масштабе. И, возможно, через какую-то сеть получить энергетический заряд, чтобы запитать через проводную или беспроводную технологию. И мы можем получить заряд для зарядки нашего электромобиля. Обращу ваше внимание, что в феврале, вот прям пару недель назад всего, принята дорожная карта в России. Очень большая программа. Очень амбициозная. Путин ее подписал. Я не знаю, сам он понимает, что сделал или нет. Но, во всяком случае, эта программа к 35-му году концается не только развитие энергетики в России, но и как сопроводительная ее часть развития приборостроения, микро-приборостроения, и соответствующих сервисов, сопровождающих всю их нефть, газ и все остальное. Все остальные энергетические ресурсы. Они планируют комплексно выходить на рынки энергетики, не только продавая сырье, но и информацию о том, как это сырье, как это использовать, как учитывать, как строить горизонтальные электрические сети на основе горизонтальной генерации. И здесь я бы обратил внимание на последнюю фразу, что такое эта экосистема новой энергетики. Это комбинация производителей и потребителей, которые беспрепятственно интегрируются в общую информационную структуру и обмениваются энергией. То есть на сегодняшний день концепция обмена электроэнергии, она превалирует над системой старой покупки электроэнергии. То есть в горизонтальном уровне существует, с каждым днем становится все больше производителей электроэнергии, следовательно, они могут работать в партнерстве с потребителями этой электроэнергии. В узком смысле, безусловно, это все устройства, которые могут принять участие в этом энергетическом рынке, где лежат информацией и, соответственно, денег в этой области. Вот тут такой мелкий список, какие могут быть аналитические приложения и так далее, и так далее. Выделяется три сегмента EnergyNet специалистами. Это надежные, гибкие распределительные сети. Я думаю, что тут очень сложно что-то нам сделать, поскольку мы не имеем национальной опоры в виде концерна Белэнерго, а скорее имеем стопор. Интеллектуально распределенная энергетика. Это здесь, я думаю, что большой потенциал для работы над задачей интернета вещей. И потребительские сервисы – это сплошной рынок для разработок программных и алгоритмических, прежде всего. Здесь основные цифры представлены рынка. Они, ну, такие показательные. То есть все там в пять раз, в тридцать раз. Потребности эти. И в соседней стране, в частности, тоже огромный рост, предполагается. Там до 15 миллиардов долларов, в тридцать пятом. И потребительские сервисы в соседней стране, вот самая последняя цифра, вырастут, я не знаю, там затрудняюсь сказать во сколько раз, но очень много. Да, так написано в этой программе. Вообще, что такое смарт-грид? Смарт-грид – это понятие интеллектуальной экосистемы передачи электроэнергии от производителей к потребителям в горизонтальном слое. Как сейчас построены электросети? Сейчас построены электросети вертикально с понижением напряжения. То есть есть 100 кВт, 10 кВт, и в конце концов все спускается до потребителя. Чем смарт-грид не похож на это? Здесь станция, например, солнечная вырабатывает электроэнергию уже в низком напряжении, там, 400 вольт, и дает возможность передачи ее соседу для использования тоже в таком же маленьком напряжении. Исключаются очень много потерь, исключаются аварийные ситуации, исключаются услуги концерна «Белэнергия» и так далее. То есть очень много плюсов такого у нас системы. Такие проекты в Европе, они с 2011-2012 годов, они уже заканчиваются в этом году. В 2017 году в Европе внедрение таких проектов заканчивается, и уже накоплена база опыта в этой области. То есть они ее уже начинают анализировать. Россия только вступает на этот путь. Белоруссия не вступает, я думаю, что не скоро вступит, но мы как специалисты можем принять участие и в тех, и в других программах. Ну, это тоже одна из иллюстраций российского развития, и в частности это будет полезно стартаперам как ищущим инвестиции. То есть вот ФРИИ, это самый известный федеральный фонд России, прямо вот с начала 2017 года основал инициативу вместе с GS Group, это самый большой разработчик микроэлектроники в России, Калининград и Зеленоград в его составе, который в принципе все проекты сейчас анализирует, важно не лениться разработать свой прототип или основные алгоритмы и попытаться это продать. Гартнер указывает тоже свою статистику по интернету вещей в общем. Я сейчас уже немножко от энергетики отойду. В общем, это прогнозы интернета вещей и в частности потребительский сегмент, это последняя цифра составит, там порядка больше 5 миллиардов единиц только в текущем году. В то же время растет промышленный сектор по внедрению интернета вещей, это тоже датчики, это межотраслевые данные и так далее, и так далее. То есть вот такой примерно рынок, оценка рынка на 2017 год и 2020 году. Цифры очень большие и перспективы тоже очень большие. Какие барьеры? Ну, безусловно, первые барьеры это многообразие протоколов. Вот тут я привел лишь основные из них, да, протоколы. Хотя, в принципе, консорциум, лаборатория Касперская и Ростелеком присоединились только к последнему индустриалу интернет-консорциуму. Вот именно в этой области нужно, может быть, больше активность проявить. Остальные барьеры связаны с безопасностью. Не секрет, что уже интернет вещей расшифровывается как интернет-угроз. Третий барьер – это проблема энергопитания. И обращу ваше внимание, что наша компания, она обладает здесь уникальным опытом. Мы можем, опираясь на свои уже исследования и на опыт своих инженерных разработок, предложить для питания всяких разных небольших устройств с датчиками системы независимого электропитания, автономного электропитания, основанной на солнечной энергетике, основанной на приеме даже Wi-Fi сигнала и так далее. То есть мы можем такие системы вам предложить, как запитка ваших прототипов устройств с датчиками. И четвертый барьер – это психологический. Потребители не готовы, они думают, что за ними следят и так далее, и так далее. То есть интернет вещей с этим связан, в энергетике тоже такие же сохраняются риски. И, как я уже говорил, мы имеем кое-какой опыт, то есть в чем мы можем быть полезной аудитории. То есть мы можем предложить свой опыт и экспертизу в создании источников питания независимых для ваших устройств. И еще мы имеем достаточный опыт получения финансирования по линии международных организаций. Чтобы было понятно, что у нас не только Хаксус есть в стране, но еще и есть доступ к международным грантам по линии Горизонт 2020. Вот мы такой опыт имеем, экспертизу и с удовольствием поделимся им. К сожалению, с Белорусским инновационным фондом все гораздо хуже. И на этой выставке мы показываем свою систему активной безопасности. Это как прототип одного из наших разработок в области интернет вещей для промышленного использования. Это продукт для работы в условиях недостаточной видимости. Он же продукт для работы в группах по протоколу интернета вещей с другими участниками группы, машинами, механизмами, людьми, дронами. Мы хотели бы довести этот продукт до потребителя, для чего, собственно говоря, нам нужны партнеры. В частности, ищем партнера хорошего по геосервису. Будем рады за помощь и участие. Здесь рассказывается, почему мы выбрали такой продукт. Потому что частые случаи травматизма и на дорогах, в частности, в России, почти 20 тысяч детей ежегодно гибнет в темноте на дорогах и на улицах. В Беларуси у нас нет такой статистики, но, я думаю, тоже достаточно много. Достаточно много рабочих, железнодорожных рабочих, дорожных рабочих, инспекторов, ГАИ и так далее. Потому что система безопасности на сегодняшний день имеет только пассивный характер. То есть она светится в темноте, когда уже светить практически не на кого. И для кого наш продукт предназначен? Состав продукта, датчики и так далее. Но это все можно проконсультироваться здесь. Так он выглядит примерно. Ну и все. Спасибо вам. Спасибо большое, Андрей. Друзья, поскольку у нас выступление про умную энергетику, то и подарок у нас будет с вами соответствующий. Это система освещения умным домом от компании «Наотехника». Посмотреть работу этого устройства вы можете на стенде у ребят. Но сейчас давайте, собственно, приступим к вопросам. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Меня слышно? Да, да, да. Меня зовут Плещик Никита. Компания «Би-Машин». Я с вами представлюсь, потом с нам вопрос. Расскажу о себе. Мы занимаемся работой. Наша бизнес-концепция похожа на ИПА. Мы работаем на стыке ИТ и стройки, ИТ-машиностроения. Как раз таки тот не достающее звено, которое приводит интересные проекты, новые проекты в Беларусь. У меня вопрос по первому вашему тезису. О том, что наша страна богат талантом. И параллельно еще вопрос по солнечной энергетике. У каждого хирурга есть кладбище пациента. У каждого продажника есть кладбище сделок, которое он не сделал, не выполнил. То есть есть какой-то опыт, который позволяет выполнять сложные и интересные проекты. Вопрос. В Беларуси нету, мне неизвестного, крупных солнечных электростанций. И известно проектов, которые бы популяризировали используя солнечную энергию. Как вы можете ли вы посоветовать? Где мне искать специалистов, если я привожу проект, условно, из Австралии, по солнечной энергетике? Где бы найти специалистов, которые обладают достаточным опытом, которые могли бы выходит. То есть где в Беларуси учат работать с рядовыми направлениями по электроэнергетике. Спасибо. Ну, я являюсь национальным экспертом по солнечной энергетике для ПРОВА в Беларуси. Поэтому можно ко мне. А вообще, мы подготовили солнечных инженеров, которые в Германии, в Китае учились, ставили станции. И потом, в Беларуси есть достаточно много хороших, больших солнечных станций. У вас просто недостаток сведений. И, в принципе, можно это рассказать попозже, шире. Что касается всех аспектов работы на солнце, на ветре и так далее, то, знаете, потекунку эта тема развивается. И даже такие, ну, скажем так, как, возможно, не передовые отрасли, да, например, мы недавно сдали автономную систему электропитания для пограничной службы РБ. Да, то есть, вот, которая держит, которая на солнце и ветре, там, чтобы не тянуть провода, чтобы она имела достаточный запас автономности. Вот, вам такой пример. И вообще, таких устройств достаточно много уже на сегодняшний день. Для военности, для военной отрасли, для промышленности. Поэтому, просто у вас недостаток информации. Ну, можно про это поговорить еще больше. Андрей, здравствуйте. Меня зовут Петр, и у меня следующий вопрос. Будет ли дешеветь электроэнергия в будущем как для рядовых потребителей, так и для каких-то крупных предприятий и не как в Беларуси, так и вообще во всем мире? Спасибо. Тоже расскажу анекдот на эту тему. Приехали два россиянина на здоровое такое тохое у нас концерн и говорят, можно мы сюда загоним на для начала на 30 миллионов долларов электричества дешевого. как вы думаете, что как отреагировал как вообще как ответственные лица отреагировали концерны? Ну, судя по тому, что нет дешевого у нас электричества до сих пор, то отрицательно. Правильно? Поэтому вопрос не в том, не в технологиях. Понимаете? Вопрос в рынке. Вопрос в рынке. Нужно либо стать участником рынка, либо организовать мини-рынки, да, и путем общественной инициативы вынести возможно эти вопросы на обсуждение и добиться реализации того, что мы на горизонтальном рынке, вот в деревне, да, например, мы можем являться покупателями и продавцами электроэнергии. Поэтому что значит электричество будет дешевле? Ну, если мы пойдем по пути Илона Маска, то оно не будет дешевле. Оно будет только дороже. Горяк, куда идти. Добрый день. Сказь вас дополнительный. В общем-то, рассказывать, рассказывать о будущем в России безусловно будет перспективное занятие с учетом того, что мы не знаем, каким будет завтра ее прошлое. Поэтому хотелось бы все-таки задать вопрос о Беларуси. У нас был принят закон об законоприятии энергетики. И, в общем-то, он довольно-таки был сделан хорошо, то есть из основы был взят тоже немецкий закон Федендариф. Но получилась такая вещь. Безусловно, были выставлены высокие Федендарифы. Даже солнечная энергетика она очень быстро дорожала. И возникла такая ситуация, когда этим высоким дарифом у нас стало супервыкотно строить солнечные электростанции. В результате что у нас сделали? То есть для того, чтобы понизить субстрибов, эти дарифы у нас сделали квотирование. Вопрос, вопрос, когда звучит? Давайте короче, вопрос. Что делается для того, чтобы снять это квотирование? Потому что, по сути дела, квотирование сейчас у нас в Беларуси, оно не развивает, а наоборот упоминает развитие возглавляемой энергетики. Что делается кем? Чем? Ну, вообще, в нашей стране, в том числе и вами, ведь вам отмена квотирования выгодна. любое законодательство, оно определено периодом времени. Поэтому есть период времени, в котором этот закон продолжит действовать. Это определено в постановлении Совмина, постановлении Минэкономики и определяется этим законом. Значит, как только оно подходит к концу, пожалуйста, все социальные профессиональные инициативы, они могут выдвигаться и они уже выдвинуты в оботмене механизма квот, и они ждут очереди, когда закончится действие этих законов. Вот так. Спасибо. Еще один вопрос. То есть, в общем-то, есть ли у нас ассоциация компаний, которые занимаются и ведут свою действенность в области возглавляемой энергетики? То есть, опять же, сказано, что у нас в Беларуси нет больших электростанций, мы правильно заметили, что это неверно, и получается, что, по сути дела, да, то есть, у нас создан информационный фактор, в реальность, люди не знают, что происходит. Ну как же, вы же знаете, что Велком построил себе солнечную электростанцию, что категорически неправда. Вот. Но во всех средствах массовой информации... планируется, вы планируете и распространять информационную составляющую для распространения энергетики у нас в стране? А это что, имеется ввиду образование населения? Что? 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 Ну хорошо, информирование образования населения. Пожалуйста, мы для этого, вот лично мы, взяли и сделали электронный курс, да, такой электронный учебник, для того, чтобы спустить знания солнечной энергетики, да, на уровень рядового потребителя. И выложили его, он на гугле, в плей-маркете, лежит, да, там еще где-то, на магазине, пожалуйста, мы все сделали для этого. Да, и каждый день нам, звонящим, рассказываем о том, почему не нужно использовать солнечную энергетику, почему это невыгодно в нашей стране. Друзья, у нас еще есть немного времени на вопросы, только давайте постараемся как-то сжато формулировать. Андрей, большое спасибо за очень интересную, важную тему, которую вы поняли. Скажите, пожалуйста, вот в тех проектах российских и международных, о которых вы упоминали, какое соотношение того, что относится к электроэнергии и к другим видам энергии? Спасибо. Скажем так, на сегодняшний день в тех проектах европейских, в которых мы участвуем, в которых мы рассматриваем, я бы на другое немножко акцентировал внимание. Европейские проекты сейчас рассматривают больше отношения в проекте, нежели вложения в технику и технологию. Например, приведу пример, что один из грантов последний. Это изменение бихеверистической модели поведения владельцев солнечных электростанций. Вот так. Бихеверистической, то есть поведенческой модели. Вот так. Вот это уровень сегодняшнего развития, скажем так, потребностей, которые испытывает Европа. то есть какое поведение, какие механизмы, алгоритмы обмена и так далее, и так далее. Все, их технология уже не интересует. Германия уже наделала ошибок по пути внедрения возобновляемой энергетики. Мама не горюй, больше всех. То есть у нее просто колоссальные проблемы, о которых я вот только что рассказывал анекдот, майскую историю 16-го года. Поэтому они сейчас заинтересованы в том, чтобы организационные вещи исследовать. Организационные, социальные, административные процессы наладить все, обмена информацией, обмена энергии и так далее. они уже все настроились только, что не знают, что с этим делать, как правильно с этим поступить. Поэтому вот с этим процесс связан. А Россия идет тоже пути достаточно интересного. Там, например, не сдавали дискуссии. Дискуссия Чубайса с Грефом происходила так. Греф говорит, что солнечная энергетика это бред. А Чубайс говорит, что пусть это бред, но наши инженеры должны владеть этой технологией. И вот я здесь на стороне Чубайса, который гад, но он, так сказать, разумный ребят. Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я представляю, как и странно, Минские кабельные сети здесь. И вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в городе Минске планируете ли вы развивать источники альтернативной энергетики? И если планируете, то каким образом и как вы собираетесь конкурировать с общей энергосистемой, которая в ближайшем будущем получит белорусскую атомную электростанцию? И у нас будет очень большой избыток электроэнергии, куда его некуда будет деть. Она будет дороже, но как вы планируете убедить представителей концерна Белэнерго, что ваша энергия будет полезнее, дешевле, лучше, чем та, которую некуда девать в стране сейчас будет? Вообще тема моего доклада была как не надо убеждать концерн Белэнерго и вообще кого бы то ни было. Поэтому никак. Вот вопрос очень длинный, ответ короткий. Да нафига? Лучше зарабатывать мозгами, чем строительство солнечных станций. Лучше зарабатывать там, где это востребовано. Это Европа и Россия. Пусть концерн и в общем живет своей жизнью. Почему нет? Друзья, еще два вопроса успеваем. разненько все остальные вопросы можете на перерыве, который мы задержали немного. на примере допустим нашего парка мы ищем решение, чтобы поднять эффективность работы станции. Понимаете? Сегодня мы включены в Небелевэнерго, да? У нас 10-летний контракт с преференциями. Мы как бы в шоколаде, потому что первые вошли в эту энергию. Но станет вопрос сегодня поиска тех решений, которые позволят по сути дела не снижать эффективность работы в парках, да? А его повышать. Либо какими-то способами выйти на то, чтобы те новые решения, которые прошла сегодня Европа, по сути дела на наших первых шагах, не завершая ошибок тех же сам гневцев, которые построили огромное количество парков по всей Германии, да? Делать более эффективные проекты в настоящее время, у вас есть какие-то в этом плане предложения, наработки? Что вы можете как бы из мирового опыта посоветовать тем, кто сегодня уже как бы в нашей реальной энергетике и в ней работает? Это не относится к теме доклада, в принципе, но я уже сказал, то есть это построение горизонтальных рынков, то есть это продажа тому, кто нуждается в этой электроэнергии. И такие прецеденты есть, и не вижу, почему это нельзя сделать, скажем так, в соседнем государстве, ну, я имею в виду продажи для соседнего государства, или для нашего завода, который является потребителем электроэнергии, и так далее. Потому что через, я сомневаюсь, что вам дадут даже 10 лет дожить с этим коэффициентом. Вот, поэтому вам нужно уже начинать искать покупателей внутри страны на эту электроэнергию. Такие покупатели есть. И у меня вопрос. Вы сказали, что путь Илона Маска не очень. Объясните, пожалуйста, почему и какой путь лучше? Лучше? Не, я просто уверен, что путь Илона Маска не годится, а какой лучше, я еще не выползил. Ну, это дорогой путь дорогих решений, которые белорусам не по карману. Все. Спасибо большое, Андрей. Друзья, нет времени у нас на вопросы. Все в перерыве, который мы уже, повторюсь, немного задержали. Сейчас с того время выбраться того, кто получит систему умного освещения себе домой. Андрей. Вы все кому мы дадим подарок? Жалко, что девушка ни одного вопроса не задала, я бы сразу отдал. Может быть, кто-то знает, что-нибудь отличает гигакалорию от мегаватт. девушка. Нет, ясно. Какой-нибудь еще сейчас вопрос поднимаю. Вот товарищ самым первым вопросом задавал о том, что ему мало информации. Я вот ему хочу дать, если это возможно, приз для информационного поиска. Поднимайтесь к нам. Андрей, и вас мы тоже отблагодарим. Спасибо за адекват, который вызвал массу вопросов. Надеюсь, вы еще успеете все вопросы с нашими слушателями. Это вам спасибо большое. Будем рады видеть вас еще.